Слава Украине! Приветствуем от Палмонского! Ребятки, давайте я вам покажу немножечко наш Михайловский собор и церкву Ивана Богослова рядом с ним. Вот Михайловский собор, это такого вот красивого небесного цвета. Если так смотреть на кресты, на купола сверху, то даже видите, стены собора сливаются даже с цветом неба. Абсолютно замечательное произведение искусств. Посмотрите, как он выглядит. Да, абсолютно шикарно. Так вот, интересно, этот собор, он 1161 года, очень старый. Конечно, коммунисты с ним были, расправились. Взорвали его в 37-м. Слава Богу, что взорвали не полностью. К тому же остались чертежи. И в начале 2000-х он был восстановлен полностью. По старым чертежам, напомню, собор 1161 года. А рядом с ним вот церквушка такая небольшая, да, она более позднего периода. Да, это уже 1700-й год. Была когда-то тут трапезная у монахов. Ну, а теперь вот еще одна церковь. Также здесь находится это же, сразу скажу, что это православная церковь Украины. Наша, та, у которой есть Томас, да, от патриарха Варфоломея. То есть, это та церковь, у которой есть Томас. А есть еще одна. Это украинская православная церковь. Это та, которая, я не пойму сейчас, относится к Гундяеву, не относится, ушли они от него, не ушли. Я ничего не понимаю, что у них там творится. Но факт тот, что Томаса у них нет. И как там они решают этот вопрос, я вам сказать сейчас не могу. А здесь у них находится сразу же семинария, общежития студентов. И вот они здесь, будущие священники, учатся и проживают. Церковь сама очень шикарная. Ну, я сейчас внутрь заходить не буду. Сейчас хочу вам показать, какой вид открывается у нас тут на площади. Потому что у нас тут одновременно две площади находятся. Михайловская и Софиевская. И, кстати, вот этот небольшой маф, который здесь стоит, шикарный маф, такой, да. Вот он продает мед. Монастырский. Кстати, очень хороший мед. Ничего не скажешь, очень шикарный мед. Ни раз, ни два у них покупал. Всегда был дико счастлив. Не сочтите за рекламу. Но это они сами, это их собственная пасека, они сами ее, этот мед собирают. А мы сейчас пойдем на Михайловскую площадь, с которой мы увидим также Софиевскую площадь. И это самое, как вам сказать, престижное место Руси, чтобы время было. Сейчас выйдем, посмотрим. Пройдем через браму, браму Михайловского монастыря. Вот так вот. Сейчас я вам покажу, как она выглядит все изнутри. И пойдем дальше. Пойдем дальше. Вот вы видите, что сейчас мы прямо уперлись взглядом в Софиевский собор. Между ними, не знаю, около километра, тут же стоит сожженная фашистская техника, рашистская, на площади. Тут ее постоянная выставка. Тут же все святые и деятели, скажем так, украинского православия. Тут же, вот, сейчас вам покажу еще один интересный момент. Это памятный знак жертвам Голодомора, который Россия устроила в 32-33 годах в Украине. Когда рашисты убили, голодом заморили от 5 до 10 миллионов украинцев. Вот это памятный знак тем самым украинцам, которые погибли. А сзади Министерство закордонных справ Украины находится. Тут такое место концентрации. И тут у нас небесна сотня. Это наши герои, которые в 2014 году отвоевали для нас свободу. Если бы в 2014 году мы не мы не получили свободу. Точнее, что значит получили? Мы ее завоевали. Если бы мы ее не завоевали в 2014 году, мы бы имели сегодня такой же бледный вид, как Беларусь. Поверьте мне. Может даже и хуже. А напротив, да, напротив находится напротив находится Софиевский собор. Один из старейших. Наверное, может и старейший собор России. Разным данным он имеет. Одни говорят 1032 год постройки. Другие говорят 1017 год постройки. Ну, в любом случае праздновали 1017 год. Вот в 2017 году праздновали ее тысячелетие Софиевского собора. Не знаю, спешили, не спешили. Говорят, что построил ее князь Ярослав. Но в этом есть, как говорится, сомнения. Не факт, что это сделал именно Ярослав. Есть варианты другие. Вполне возможно, что работа еще была при Владимире. Но тут тяжело сказать. Еще один момент. Сейчас хочу вам показать на площади. А, вот здесь же у нас интересно, да, за техникой аэроссийской. Вот если вы видите, такой, как трезубец, как три холма. Да, так это вот защита вокруг памятника святой, равно апостольной княгиня Ольги, да. Это киевская княгиня, которая стала первой на Руси, на Руси-Украине христианкой, опять-таки. Только не надо мне Россию сюда путать. У России с Русью столько же общего, сколько у гонореи с гонораром. Россия это не про Русь. Россия это про не Русь. Дальше. И посмотрим вот тут, я вам еще одно сейчас покажу, какие украинцы, как говорят нацики, да, вот, расисты нас постоянно обзывают, что мы нацики такие, всякие, вот только у нас украинцы хорошие, все остальные, обойду все-таки, а все остальные у нас такие, всякие, а, не, наоборот, да, что вот они говорят, что мы держава не нации, что мы плохо относимся к другим нациям и так далее, и так далее. Ну, давайте посмотрим на самом деле, как обстоят дела. Вот у нас, я надеюсь, сейчас вы увидите это дело, попытаюсь, по крайней мере, чтобы вы увидели, что я хочу показать вам. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрим вперед, что мы видим в портрет на стене, видите? Вот. Видите, парня? Это Сергей Нигоян, это первый погибший на Майдане. Ему огромное такое панно создали, здесь сам центр Киева, уже центре некуда. Огромное панно, ну, размером 10 на 10 метров, наверное, оно очень большое. И знаете, в чем весь прикол? Он ведь не украинец, Нигоян. Он, вообще-то, армянин по национальности. Да, еще один интересный момент. Знаете, в чем? В том, что вторым погибшим во время нашей революции гидности, во время нашего Майдана, тоже был не украинец. Это был белорус, Жизниевский. Так что, вот видите, как-то странно, обвиняют нас в том, что мы нацики, в том, что мы сделали государственный переворот националистический. А наши первые два погибших, один армянин, а второй белорус. Как-то не вяжется, да? Совсем не вяжется. Это потому, что про нас постоянно лгут расисты. А вот еще один момент, скажите, вот они нас обвиняют в том, что мы нацисты. А я хочу спросить другое. А кто громче всех кричит «Держи вора!» Э? Вот и я об этом. Именно вор. Да, вот хотел, чтобы вы посмотрели на такую вот прекрасную площадь. Еще раз говорю, это Михайловская площадь, она через улицу Владимирскую переходит в Софиевскую площадь. И там, соответственно, у нас уже Софиевский собор, о котором я вам говорил. Надо тоже нам сделать как-нибудь видео интересное, чтобы вы могли посмотреть, как у нас Софиевский собор выглядит. Вот так вот, ребятки. Так что, всем привет. Надеюсь, кратенькая такая экскурсия была интересной. Слава Украине! КОНЕЦe по КАНЕЦe по